Всем привет, с вами Содерлинг, и ради того, чтобы выбрать лучшие новые мульты, я посмотрел абсолютно все мультсериалы, которые вышли за 2020 год, не считая разве что совсем детский. И даже те несколько мультов, вышедших уже в 2021 году. Вы такие, да ну, а смотрел ли ты этот стрёмно нарисованный сериал Дикая жизнь, который практически нигде невозможно найти даже на английском? Да, да, смотрел. Смотрел ли я очередной мульт по Angry Birds? Да. И даже мини-сериал про Олафа посмотрел. И мультик про малышей из Мадагаскара тоже видел, и про малышей из Флинстоунов, и из My Little Pony, и этот Йоло, да, и даже вот это. Короче, я видел все, уж поверьте. И теперь, будучи уверен, что ничего не упустил, я смело готов назвать 10 лучших новых мультов, затрагивая начало 2021 года, 2020 и вторую половину 2019. И, как оказалось, далеко не все клевые мульты на слуху. Например, много ли из вас вообще слышало о Killer7? Не до конца понятно, то ли это мультик за косом под аниме, то ли аниме в мультяшной стилистике, но посмотреть его однозначно стоит. По многим причинам. Во-первых, анимация. Хоть на первый взгляд стилистика этого мульта покажется многим простенькой и даже корявенькой, но в движении все смотрится просто потрясно. Да и даже перед некоторыми статичными кадрами не устоишь из-за скринейших себе в сохраненке. Игра с камерами, ракурсами, цветами, разрушением ожиданий, до чего только заставка стоит. Ну а когда дело доходит до боев, уже невозможно глаз оторвать от просмотра. Вторая причина – это юмор. Довольно нетипичные комедийные приемы на протяжении всего мульта заставляют тебя как минимум невольно улыбаться. Улавливаются нотки первого сезона One Punch Man и Mop Psycho 100. Примерно тот же юмор. Ну и третья причина – это то, что меня больше всего цепляет в мультсериалах. Интересный сюжет. Наш главный герой полностью потерял память и теперь всеми силами пытается заработать миллион юаней на то, чтобы ее себе вернуть. Его первая попытка торговли требухой денег особо не принесла. Потому теперь, по совету его друга-цыпленка, паренек решает стать самым настоящим киллером, живя при этом в малюсенькой деревушке. И потому заказы у него соответствующие. Один мужик просит убить бабулю, которая все никак не помрет, а другие бабули просят нашего киллера убить мужичка за то, что тот коллекционирует русики. И несмотря на огромнейшее желание вернуть себе былые воспоминания, Севен попросту не может убить хороших, ни в чем не повинных людей. Наоборот, в ущерб себе же старается помочь всем и наладить их отношения. Но только вот прошлое нашего главного героя таит в себе множество мрачнейших тайн. Ведь по какой-то причине за ним охотятся другие убийцы из клана киллеров и пытаются прибить еще и роботы из крупнейшей корпорации стану. Этот мультсериал определенно выделяется на фоне всего остального, что сейчас выходит. В хорошем смысле. Но если же вы хотите чего-то пожестче, мульты, где герои не стесняются убивать вообще кого угодно, я бы посоветовал вам посмотреть Харли Квинн. Хоть я и не особый фанат супергеройки, этот мульт мне неожиданно очень зашел. Хоть есть здесь прям чересчур глупые моменты, от которых ловишь фейспалм, но в целом мультсериал все равно довольно хорош. Он стартует с того момента, когда Харли осознает, что Джокер никогда ее не любил и просто использовал девушку в своих целях все это время. Она полностью меняет имидж, собирая собственную команду и стремится стать теперь главной злодейкой Готэма. На эмоциях она пытается доказать, что она не только хороша отдельно от Джокера, но еще и лучше его во всем. Именно ее стоит бояться, а не Джокер. Она будет править Готэмом, а не Джокер. Ей должен противостоять Бэтмен, а не Джокеру. И вот это ее ярое желание доказать свою значимость и независимость приводит к тотальному трындецу. Не хочу особо спойлерить вам сюжет, потому подробности не раскрою, но чтобы вы понимали, испариться и умереть в этом мультсериале может абсолютно каждый персонаж. Буквально вот кто угодно. Не особо шарит за DC, но не уверен, что Готэм хоть когда-то был в столь же плачевном положении, как после отчаянных действий Харли Квинн. Если вы вдруг думаете, что это просто дурацкий радикально феминистичный сериал, то нет. Таких как раз я насмотрелся уже. Харли Квинн же реально классный мульт. Уже давно хотел вам о нем рассказать. И смотреть его я настоятельно рекомендую на Кинопоиск HD. Специально для сервиса был подготовлен полный, просто прекрасный дубляж. Для взрослых мультов это вообще редкость, но благодаря Кинопоиск HD любые сериалы теперь общедоступны к просмотру. Из новинок там же можно найти дом совы в дубляже Первобытного, Крайний Космос, Дункан Вилли Клеопатру в космосе. Кстати, совсем недавно там вышел прикольный мультсериал «Качественный контент» от ребят из СтопГейм, в озвучке которого участвовали известные блогеры. Это весьма необычный сериал в жанре детектив, в котором сыщику предстоит расследовать преступления по интернету. Со всеми его недочетами и преимуществами. Преступники используют весьма необычные уловки, чтобы скрыть свои преступления, проделывая их прямо перед многотысячной аудиторией во время стрима. Так что работенка у нашего главного героя не из простых. Сериал полон различных пасхалочек, и если отыскать как можно больше, то можно поучаствовать в розыгрыше призов, таких как PlayStation 5, Яндекс.Станцию и множество других. Как участвовать? Переходи по ссылочке в описании, вводи промокод POPHORNACODE, кстати, этот промокод даст тебе первые 60 дней бесплатной подписки на Яндекс+. Смотри сериал «Качественный контент» на Кинопоиск HD, ищи пасхалки и отправляй найденные пасхалки в специальную Яндекс.Форму на сайте проекта и участвуй в розыгрыше. Ссылочки и промокод для активации в описании. Но спеши. Активировать промокод и отправить пасхалки нужно до 20 февраля. Ну и раз уж я вскользь уже упомянул первобытного, не стану таить. Этот сериал тоже определенно входит в десятку лучших новых мультов. Я уж никак не мог обойти стороной новый проект Генди Тартаковски, создателя Самурая Джека и Титана Симбионика. Думаю, мультик первобытный — это нечто такое, что называют шедевром. Не то, чтобы этот сериал понравился мне больше всех остальных в этом ролике. Нет. Но это крайне необычный эксперимент, который выдал шикарный результат. Могли бы вы представить взрослый мульт без единого сказанного слова, который за 10 серий успеет заставить вас несколько раз и пролить слезы, и рассмеяться в голос, и даже скукожиться в дрожи о страхах. Именно это и делает первобытный. Генди Тартаковски рассказывает историю не словами, а действиями персонажей, их эмоциями и переживаниями. Все, что вам нужно знать о сюжете, это история о дружбе двух столь разных существ. Первобытного человека и тираннозавра, которые просто пытаются выжить. В этом суровом и жестоком мире опасность поджидает их за каждым углом, и лишь взаимная поддержка помогает им выбираться из одной передряги за другой. Этот мультик заставит вас будто бы стать участником происходящих на экране событий. Вы прочувствуете абсолютно все те же эмоции, что и главные герои. Настолько живыми они были прописаны. И даже когда на экране все спокойно, вы будете чувствовать тревогу и страх за главных героев, ведь в первобытном мире расслабляться вообще не стоит. Но такое обилие крови и жестокости определенно не всем придется по вкусу. И потому также крайне хочу порекомендовать вам к просмотру вышедшего буквально полторы недели назад «Космобоя» — новый мультик от Крейга Макракена, создателя суперкрошек, дома Фостера и нашего любимого с приветом по планетам. У меня, кстати, буквально несколько дней назад вышел ролик о прошлом злыдне, и каким он был до того, как стал скелетом. Советую глянуть. В создании «Космобоя» принимали участие и другие уже знакомые нам лица. Лорен Фауст, Франциско Ангоны, Сороп Рензетти и многие другие. Потому неудивительно, что этот сериал столь хорош. Я б сказал один из лучших в сегодняшнем видео. Нам расскажет историю о мальчике, который всю жизнь зачитывал Дадыр комикс и грезил однажды сам стать супергероем. И одним днем ему действительно представилась такая возможность. На Землю падает космический корабль с пятью сверхъестественными камнями, за которыми охотится вся вселенная. И достаются они вот этому вот мальчугану, девочке-подростку, четырехлетней малышке, веселому дедушке и... коту. Вот эти пятерые и становятся защитниками планеты и всего человечества. Космос способен летать. Джо создавать порталы для телепортации. Малютка Роза способна увеличиться до невероятных размеров. Папа Джи — это дед многомужик, он способен создать более сотни своих копий. А сэндвич с тунцом — это кот-экстрасенс. Он видит будущее, но он просто кот. Думаю, это уже говорит о том, насколько же сериал уморителен. Но это не единственное его достоинство. Космобой не ситком, а полностью сюжетный мультсериал от начала и до конца. И его история развивается совершенно непривычным для супергеройки образом. Пускай ребята и обрели сверхспособности, героям стать не так-то просто. Раскидывая злых пришельцев направо и налево, прям как в комиксах, не выходит. И даже обычный выстрел из бластера может тебя за секунду прибить. Главным героям просто чудом удается выбираться из одной передряги за другой. Но это все было только началом. Не хочу особо спойлерить вам сюжет, потому прошу вас просто довериться мне и глянуть этот мульт. Он того стоит. Отмечу лишь только еще и потрясную стилистику с закостом под ретро-комиксы, включая постеры, музыку и даже этот внешний вид стереотипичных пришельцев. Весьма годными получились и зеленые яйца с ветчиной. Да, это правда название мультфильма, а также очередная адаптация одной из книг доктора Сьюса, автора Гринча, Лоракса и Хортона. Я бы даже сказал, что это лучшая адаптация его книг из всех, что когда-либо выходили. Обычно они получаются среднеочковыми, а то и вовсе плохими, поскольку вечно из них пытаются сделать полный метр. Но в формате сериала история Сэма и чувака работает просто прекрасно. Хоть сперва я напоминаю завязку для очередной полнометражки. Невероятно добрый, сказочный и в то же время по-особенному уморительный мультсериал. Не стоит даже ходить вокруг да около, главных героев зовут Чувак Ли Я и Сэм Это Я. И подобных забавностей тут полно. Эти двое совершенно разные. Чувак Ли Я угрюмый изобретатель, которому по жизни совершенно не везет. Сэм же невероятно оптимистичный и дружелюбный паренек, который с каждым найдет общий язык, но только его друга себе никак не сыщет. И кто ж знал, что их судьбы свяжут самые обычные зеленые яйца с ветчиной, которые всего за минуту разговора между главными героями полностью раскрывают их подоплеку. Сэм, просто обожая сие блюда и всегда открыт ко всему новому необычному. А Чуваку не по вкусу зеленые яйца с ветчиной, хоть он их никогда даже и не пробовал. Но на удивление из этих двоих вышел прекрасный, дополняющий друг друга тандем, который становится на защиту природы и всеми силами стремится спасти вымирающий вид курафов. Дисней также выкатил несколько новых мультсериалов, но два из них мне хотелось бы особенно выделить. Дом Савы и Амфибия. Если вы активно следите за моим каналом о Савином доме, вы от меня уже не единожды слышали. Будучи фанатом Гарри Поттера, я очень ждал мульт о приключениях Луз в магической школе и получил нечто, ну чересчур уж похожее на Гарри Поттера. Здесь также присутствует некое подобие факультетов, использование волшебных палочек, тайная библиотека, полеты на метлах, чистейшая пародия квиддича, но при этом здесь много и собственных фишечек. Луз, будучи обычным человеком, не способна колдовать обычным способом, коим пользуются ведьмы. Ей приходится использовать древнюю технику руна, которую давным-давно не ведают даже местные жители. Ученикам, да и взрослым запрещается комбинировать магию. Все, кто отказывается следовать этим правилам, становятся изгоями. Островом, где происходят основные события мультсериала, правит таинственный император-диктатор, который что-то какой-то чересчур подозрительный. И живет он как-то долго, и знает он больше всех, и в мир людей пытается попасть, еще и правила все эти странные придумал, но при этом его уважают и ценят. А, и еще, это самый остров, где живут все демоны и ведьмы, это тело разлагающегося Титана. И это все лишь малая часть всех тиктайн, которые скрыты в Доме Совы. Но только вот проблема этого мультсериала в том, что за первый сезон нам практически никаких за тиктайн так и не раскрыли. Сюжетные серии хороши, но их немного, а филерные эпизоды не особо интересны. Но за Совиным Домом определенно стоит следить. Мне кажется, что первый сезон был лишь подготовкой почвы для раскрытия важнейших сюжетных линий во втором сезоне. У меня в голове невероятное множество различных теорий об этом всем, и я уже с нетерпением жду второй сезон, чтобы узнать побольше о мире Дома Совы. Но на данный момент гораздо больше по вкусу мне пришелся второй мультсериал о Дисне, под названием Амфибия. На самом деле, сразу признаюсь, филеров здесь в разы больше, чем в Доме Совы. Сюжетных серий всего где-то пять на весь первый сезон. Однако же, чем Амфибия в этом плане лучше, так это интересными филерами. Во-первых, большая часть из них совершенно не шаблонны. В Доме Совы мы в очередной раз видим историю о том, как главные герои поменялись телами для того, чтобы понять, насколько же сложна жизнь каждого из них. И пускай здесь другой мир, другие условия и другие персонажи, шаблон остается тем же. В Амфибии тоже бывает клише, не спорю. Но большая часть филерных эпизодов — это просто клевые приключения. Они веселые и ламповые, напоминает Хильду. И даже если это филеры, ты хотя бы не смотришь на то, что видео уже в десятках других мультов. Основной сюжет здесь также весьма и весьма интересен. Энн со своими подругами при помощи волшебной шкатулки попала в мир жаб и лягушек. Это явно не тот магический мир, о котором мечтают девочки. Но нашей главной героине он очень даже пришелся по вкусу. Обратно домой шкатулка их не возвращает. Да и раскидала девочек она по разным уголкам лягушачьего мира. Все они хотят вернуться домой, но в силу своего характера стремятся к своей цели совершенно разными способами. Всему этому неожиданно сопутствует политический контекст. Нам показывают несколько городов с разной системой государственной власти. Как ядрят на выборах, как одни страны правят другими, как некоторые люди пытаются этому противостоять, а вышестоящие пытаются их убрать. И демонстрируют это все на жабах и лягушках. Но в первую очередь этот сериал все же о дружбе. Однако нам показывают ее не как обычно, типа, друзья это круто, имейте друзей, веселитесь с друзьями, защищайте друзей. Нет. Здесь прекрасно демонстрируют пример токсичных отношений. Как люди, которых ты считаешь друзьями, могут вовлечь тебя в неприятности. И как вообще различать хороших друзей и гадин, которые с улыбкой на лице тобой просто пользуются. Лучшим же комедийным новым мультсериалом я считаю Close Enough от создателя обычного шоу, Джей Джей Квинтелла. Я пересмотрел множество взрослых ситкомов, вышедших за этот год. И большая часть из них такая фигня, честно. Просто кровь, мат и что-то про секс поверх либо шаблонных серий, либо серий просто ни о чем каких-то сумбурных. Не сказал бы, конечно, что в Close Enough совсем уж обошлись без сумбура, но здесь без него никак. Ведь это реально тоже обычное шоу, но про людей и для взрослых. Кто ж знал, что можно сделать клевый смешной мульт без крови, мата и постоянного упоминания секса, да? Нам показывают, как не шибко богатая семейная пара с маленькой девчушкой просто пытается справиться с кризисом среднего возраста и обычными житейскими проблемами. Как ходить на тусовки, если тебе по 30? Что если ты не успел лопотить мечту к этому возрасту? В детском садике твоего ребенка-вешно-воспитатель что-то просит тебя сделать. Но к середине серии все эти неприятности и затруднения влекут за собой непредсказуемые сюрреалистичные последствия, что, по сути, отражает, как мы сами раздуваем эти проблемы у себя в голове. Герои учатся справляться со взрослыми обязанностями и не ловят уже от тусовок особого кайфа. И что самое главное для ситкома, это все подается смешно. Close Enough – клевый мультсериал, который реально способен рассмешить. Еще один веселый и годный мультсериал, который бы я вам очень хотел посоветовать – это Metal Family. Хоть он начал выходить не в 2020 и даже не в 2019 году, мне бы очень хотелось его упомянуть. Это российский мульт, более того, это YouTube-мульт. Но не спешите сбрасывать его со счетов раньше времени, поскольку, посмотрев его, вы даже и не поверите, что делало его всего два человека. По уровню прописанности персонажа и основного сюжета – это телевизионный уровень. Да что там, я посмотрел все мульты 2020 года, это лучше многих ТВ-проектов. Совершенно ничего изначально не ожидает этого сериала, я был в полнейшем восторге, когда досматривал последнюю серию первого сезона. Нам рассказывают об обычных буднях семьи Металлистов. Не то, чтобы они прям сильно отличались от жизни других людей. Дети также ходят в школу, отец с матерью решают взрослые проблемы, а в свободное время они просто тусят все вместе. Но все меняет характер и прописанность главных героев. В силу своих особенностей, они немного иначе реагируют на типичные для нас ситуации. Виктория очень взбаумошная и энергичная, и если к ней кто-то пристанет, получит по морде. Глэм же наоборот, максимально уравновешен, рассудителен и невероятно умен. Но их свела вместе любовь к Металлу. Кэви пошел в мать, а Ди в отца. И на основе взаимодействия двух столь разных по характеру личностей строится большая часть комедии. В течение 10 серий нас сперва знакомят с персонажами, показывают их хорошие качества, затем внезапно плохие качества, а потом, что же привело к становлению этих самых героев. И уж поверьте, за этим невероятно интересно наблюдать. Особенно под такую шикарную музыку. Я вам предлагаю посмотреть этот сериал не просто ради того, чтобы поддержать ребят, а потому что мульт реально стоит того, чтобы вы его посмотрели. Это правда, на самом деле, один из лучших новых мультов. Ну а напоследок, я ставил сериал, который понравился мне больше всего. Проект, который совершенно, даже близко, не похож на остальные мультики из сегодняшнего видео. Это новый сериал от создателя Коня Боджека, как вы помните, моего любимого мультика. Но когда я начинал смотреть «Отмену», я этого еще не знал. Просто решил попробовать глянуть и даже не ожидал, что этот проект меня настолько затянет. Он гораздо больше похож на сериал, нежели на мультик, как внешне, так и по сюжету. Но посмотрев его, я понимаю, почему они решили отдать предпочтение анимации. Более того, вся анимация выполнена в технике ротоскопинга. То есть изначально все было снято вживую, с актерами и декорациями, а затем вручную поверх обрисовано. Все это было необходимо для того, чтобы поиграть с вашим восприятием того, что реально, а что нет. Именно об этом «Отмена». Я не хочу особо описывать вам сюжет этого мультика, поскольку иначе вы его просто не сможете насладиться им в полной мере. Если же решитесь его посмотреть, лучше вам ничего особо о нем не знать. Будьте лишь готовы к тому, что этот мультсериал, как и Баджек, заставит вас задуматься о жизни. Хоть он на Баджека совершенно-то и не похож. Хотели бы вы отдельное видео о каком-то из сегодняшних мультов? Если да, напишите в комментариях о каком. А теперь, хотели бы вы узнать о чем худшие новые мульты? И если на этом видео наберется 35 тысяч лайков, я сделаю ролик о 10 худших новых мультсериалах. Там уж есть о чем поговорить. Посмотрите ролик о мультиках, которые стоит ждать в 2021 году. Еще можете глянуть видосы о лучших новых мультах полуторагодовалой давности, если не видели. А на этом сегодня все. С вами был Садерлинг. Спасибо за просмотр и пока.